Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Хозяин на дороге. Пьяный водитель чуть не обесточил целый населенный пункт. Остались без крыши над головой. В Баврюске из-за неисправной проводки едва не сгорел дом. Как это было? И мигалка до небес. Как мир пытается поддержать медиков на передовой. Мы начинаем. ДТП с летальным исходом в Могилеве. В аварии пострадали двое. Водитель погиб. Пассажир травмирован. Столкновение произошло на Первомайской. За рулем Фольксвагена сидел 80-летний житель района. При развороте водитель врезался в другую иномарку. Шофер первого авто и его 69-летняя пассажирка госпитализированы. Спустя некоторое время мужчина скончался от полученных травм. Неисправная проводка, небрежное обращение с огнем или поджог. На выходных треск горящей древесины сорвал отдых нескольких горожан. Ночь. Улица. Фонарь. Люди на лесной подрываются с кровати от оглушительного рева сирены. Полыхает соседский дом. Свидетели, проезжающие мимо, звонят в МЧС. Когда на место прибыли первые подразделения, наблюдалось горение кровли жилого дома. Внутри никого не находилось. Хозяин был на улице. Пламя не справилось с кирпичной кладкой дома. Лишь оставило небольшой нагар. Огонь не пощадил хозяев и в буквальном смысле оставил без крыши над головой. Под этой пленкой огромная дыра. Она с горем пополам спасает от дождя и снега. Новая крыша влетит в копеечку. Спасатели предполагают. Искру дала неисправная проводка. Работников одного из сельхозпредприятий в Быховском районе подозревают в хищении запчастей с комбайнов. Следствие установило. Сотрудники хозяйства полгода воровали запчасти «Смех двора». Часть похищенного продавали по завышенным ценам. Другую сбывали в пункты металлолома. Сумма ущерба превышает 2000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Не заметил столб. В Бавруйском районе пьяный водитель БМВ влетел в мачту освещения и протаранил забор. Про ДТП в ГАИ сообщили очевидцы. 44-летний житель деревни Силиба управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. В результате чего не справился с управлением. Шофер отделался легким испугом. Сотрудники ДПС выяснили. Лихача не раз ловили под шофе. Мужчине грозит уголовная ответственность. В Бавруйском районе задержан серийный дачный вор. Мужчина орудовал по всему району, передвигаясь на велосипеде. Заявления в РОВД начали поступать еще минувшим летом. Все случаи как под копирку. Неизвестный выбирал дома, вскрывал стеклопакеты и проникал внутрь. В первую очередь он забирал деньги и драгоценности. Затем электрооборудование, инструменты, продукты и алкоголь. На подозреваемого оперативники вышли еще в марте. Им оказался 52-летний, житель Бавруйска. Ему инкриминируют сразу 23 кражи. Авария в центре города. В час пик дорогу не поделили внедорожник и пешеход. Кто прав, кто виноват, пытался понять Максим Кембель. Роковая встреча. Женщина на внедорожнике сбила пешехода. Хозяйка иномарки ехала по интернациональной. На перекрестке поворачивала на советскую. Девушка тем временем переходила дорогу на зеленый и через мгновение оказалась под колесами легковушки. В результате ДТП пешеходы были поищены телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Примерно в полшестого вечера бригада скорой доставила пострадавшую в нейрохирургическое отделение Бавруйской центральной больницы. Девушке всего 20 лет. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму средней тяжести. На сегодняшний момент состояние пациентки оценивается как средней тяжести, стабильная. Врачи не спускают глаз с пациентки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Многоэтажная сирена. Небоскреб в центре Нью-Йорка засиял красно-белым цветом. В честь врачей, которые работают во время пандемии коронавируса. Мигалка на Empire State Buildings также символизирует сердцебьение Америки. Каждый вечер подсветку здания заставляют пульсировать в такт песни, которую местные радиостанции включают в одно и то же время. Таким образом власти пытаются приободрить нью-йоркцев. Это была сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю.